всем привет сегодня на обзоре у нас точнее не на обзоре на ремонте лобзик makita 4340 сети модель 2006 года сделано в англии united kingdom как на современных лобзиках система съем опилки короче лобзик вроде как рабочий болтается короче все ползун давайте его откроем разберем сегодня штатив забыл поэтому съемки будут в движении немного снял верхнюю крышку пластиковую внутри гипсокартонные щеточки корпус цель на выполнен то есть нужно снять сзади эту пластиковую крышку и только потом можно будет разобрать сам редуктор снял оба корпуса левый правый кстати я вам не сказал лобзик с регулировкой оборотов вот как раз вот эта вот штука снимает обороты сейчас я все это продую почище чтобы было комфортнее работать вот как-то вот так это теперь выглядит выключатель компании satori контроллер конденсатор разбираем дальше откручиваем вот эти четыре винта да и снимем сейчас сначала эту пластиковую механизм извлечения пилки снял механизм вот здесь он состоит вот эта пластиковая деталь и пружинка здесь и крепится все вот на этот винт и подошва подошва здесь шестигранник и сверху вот такая гаечка она находится вот здесь скрываем корпус разобрали что мы тут видим то что все грязная смазки сказать нету совсем все сухое система такая же как в аккумуляторном лобзике ну естественно здесь под замену вот этот корпус чтобы убрать этот люфт буду разбирать это все мыть мы будем делать дефектовку вот видите его что превратилась смазка за это время мы просто затвердело все разобрал верхнюю часть переднюю короче вот из-за этой втулки разбитый нужно менять вот этот корпус полностью потом внутри вот здесь видите направляющие стерты причем на этой планке стерта вот по которым она ездит ездит вот так здесь они нормальные даже еще насечки он видны то есть вот эти две можно оставить винты оставляем вот это копеечная можно оставить можно поменять шпонка вот это целая на удивление пружина вот это целая обычно в таких лобзиках она бывает иногда лопается или вот этот не крутится здесь как бы все целое снял шестерню конечно все жестко вообще не крутится это нужно раскручивать прочищать промывать здесь тоже самое жесть чтобы добраться до винтов здесь 4 винта корпус 2 открутил до 2 приходится выковыривать этот весь пластилин извлек винты вот так ротор выглядит по износу не так уж сильно он изношен но подшипники сухие просто еле крутится здесь не под замену здесь как бы просто помыть все нормально но все считаем продолжаем ремонт отмыл запчасти как мог значит что мы меняем меняем мы вот эту запчасть и корпус корпус я конечно не мы старый как видим корпуса немного по качеству литья отличаются это новый это старый 2006 год собираем это все меняем подшипники вот он не крутится ну вот одну часть собрали подшипники новые собрал переднюю часть но обратил внимание что лоханулся надо было сначала закрутить корпус двигателя потому что вот эти винты они внутри я их никак сейчас не закручу мы сейчас разберу и прикручу сначала корпус двигателя и возвращаем назад нашу шестерню и нужно шестерни попасть чтобы она попала вот внутрь толкателя вот этого который толкает ролик в режиме подпиливания собрали прикрутили теперь прокладку возвращаем на место и надеваем шток надо чтобы вот этот игольчатый попал в этот шток направляющий направляющий покрутим немного чтобы убедиться все что пошел вверх значит все нормально можно закручивать теперь поставим на место съемник вот этой пилки быстро съем вот видите там специальный пазик здесь и и и и и и проверяем все работает как оказалось уложить провода сюда не так уж и просто но возможно закрываем можно произвести пробный пуск закручивать пару болтов ну в принципе лобзик собран ну в принципе лобзик собран и 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